Продолжение следует... Один поинт, у них 4 очка, у Майнсэнди по-прежнему 2 очка. Никуда вверх они не поднялись, ну и шансов таких, я думаю, уже нет, потому что 2 поинта они точно не заработают, а значит, лондонцев им не догнать никаким образом. Давайте возвращаться к доте. У нас здесь пауза по персонажам, мы тоже, в принципе, разобрались, кто где стоит, ориентировочно понятно. Мадара предоставил вот такой крутой интерфейс, можем, в принципе, пока что поиграть с внешним видом. Ну, по-моему, круто. Давайте на этом и остановимся, будем кастить именно с такой расцветкой. Ну, очередная пауза. Очередная пауза, Join.MLG Pro League невероятно грешит данным мувом. Любая игра начинается с отвала кого-то из игроков, либо отвала сразу нескольких игроков. Это действительно печаль полнейшая. Мы теряем время, команды тоже теряют время друг друга, но, в принципе, вокруг не крутится это действие. Понятное дело, что будем ждать, что нам вообще еще остается. Давайте можем рассмотреть пока что вещички, у кого какие есть. Рарный меч у нас. У Мадары рарная маска, рарный плащ. Вообще по фэншую все у Мадары. У Бруды. У Бруды, по-моему, крутой сет. Да, у Бруды рарный сет. Вот, маска здесь имеется. Ну, так, сет с заменами, конечно, не фуловый. У Рубика. У Рубика мистический посох. Сканкс, я так понимаю, затмил всех, кого только можно. У Сканкса весь сет от Куроку. А значит, и руки должны быть невероятно ровными, чтобы не позорить сет. Ну, Сканкс вроде бы отыгрывает нормально. Ну, здесь Энигма, понятное дело, без Эйденолов даже, даже, даже. У Сларка у нас Акула на голове. Рарный головной убор. Дальше уже, ну, в принципе, все оружие от команды Эмпайр. У Леона, как обстоят дела, здесь рарный, тоже, в принципе, рарный сет. Ну, Лизард по моде одет. У СФа ничего нет. Зачем брать СФа, если у тебя нет Арканы? Какой провал? Ну, и у нас серьезный Бестмастер. У Бестмастера топоры имеются, есть. В принципе, тоже все необходимое. Ну, и Кабан, мистический Кабан. Фаника. Ну, вовсе, никого не забыли? Шейкера забыли. Шейкер у нас прямиком. Тоже, в принципе, Шейкер ничего толком по сетам не имеет. Ну, ладно, это так уже. Забавы ради. Смотрим на то, что персонажи имеют на себе. Понятное дело, что на игру это никак не влияет. Аркана на скилл не влияет так точно. Конечно, если тебе не 14 или 13 лет, ты не вернулся из 7 класса, не взял Аркану на СФа и не пошел сливать мид. Там, по-моему, действительно от Арканы скилл существенно зависит. Ну, пока не начали. Ничего еще не началось у нас. Ноль по голде, ноль по экспириенсу. Как удивительно. Релакс отреагировал на мою шутку, как я смотрю. Спасибо, спасибо, мне приятно. Релакс отреагировал на мою шутку. Релакс отреагировал на мою шутку. Всех, кто к нему приходит. Вот оттуда приходит к Рошану обыкновенная смерть. Это действительно печально. Вот так Рошан выглядит изнутри. Ничего необычного. Где здесь Аегис, не понимаю. Почему он выпадает из Рошана, тоже непонятно. Где можно положить Аегис? В этом пустом сосуде не ясно. Возможно, я где-то из Аегиса и смотрю. Может быть, он где-то там спрятан. Ну ладно, оставим Рошана и его анатомию удивительную в покое. Пока что не отжимают у нас паузу. В принципе, что? Мы все посмотрели. Узнали, кто где, кто на ком стоит. Давайте я покажу вам таблицу. Расскажу, в принципе, что нас сегодня еще ждет. Ждет нас сегодня американский дивизион. Европа на ваших глазах. Европу вы увидели. По Америке. Играет команда ЕГЭ. Сегодня это будет 23 сет. То есть уже через совсем немного. Но пока у нас до сих пор Майнсенте и Лондон Конспресси решили затянуть игру. Снайпер появляется. Ну вот, в принципе, все так. Пока что у нас играет сегодня ЕГЭ против Войтбой. Войтбой 7 игр, 8 очков. И у Эвлджиниус 4 игры, 8 очков. Они, разумеется, получше себя ощущают. Ну все, в принципе, вернулся у нас снайпер. Можно возвращаться и к файту. Кто выиграл первую карту? Первую карту выиграли Лондон Конспиресси. Они что ведут? Пока что ведут 1-0. Это Best of 2. Напомню для всех, кто не в курсе. Кайзер у нас на мид отправляется на снайпере. Релакс отправляется в сложную. В легкую у нас пойдет Мадара на Omni Slash. Конечно же, ульт называется и твои персонажи. Персонаж сам называется Джаггернаут. Рубик у нас тоже будет помогать в легкой Джаггеру. У Кайзер в миде мы все это видели. Здесь у нас Релакс уже все. Забвейбл собирается забрать руну. Ну, может быть, оно того и стоит. В принципе, паутина к тому моменту, когда надо стоять на лайнах, уже откодешится. Релакс решил здесь забрать руну. Гоучи Ван Дота в легкой. На Бестмастере Гоучи Ван Дота решил тоже побороться за руну. Ну, все возможно, почему нет. Есть, если что, Сентри Варт, но здесь его тратить, наверное, нет смысла. Надо поставить будет его на лайне, потому что если здесь потратить Сентрик, то на лайне начнется нереальная терпешка для команды Майн Сенити. Расходятся, в принципе, все на лайнах. Сканг здесь еще и Крипов отстопил специально для Кайзера. Кайзер приходит и просто пожинает плоды работы Скангса. Научился. Стопит Кайзер тоже на 5 с плюсом. Сразу же Шрапнель под ноги Колу. Подсветил Колу. Колу будет, видимо, дамажить. Хотя Снайпер наполучал от Крипов. Снайпер приходит в Райсбенд. И, по-моему, СФ тоже должен быть в Райсбенд. Пока что его нет. СФ покупает первым делом себе банку. Откуда у СФ столько денег? Одного Крипа всего лишь убил. Там 720 было сверху. Не очень понятно, откуда действительно у СФ столько денег. А, СФ у нас забрал баунти-руну, конечно же, на топе. Все, теперь я понял, какова ситуация. Проследил за нижней руной, а за топ-руной почему-то решил не следить. Милан у нас решил в размен по ХП выйти с Джаггернаутом. Не лучшее решение. У Джаггернаута есть Блейдфьюри. Милан мог и действительно немножко попасть здесь. Мог бы, в принципе, Джаггер понять, что нет паунса. И почему не погнал его через Блейдфьюри Джаггер, толком не понятно. Но, может быть, не прокликал, не сориентировался. Обычно на первых лвлах прыжок у Сларка уже имеется. Тем более, это Сларк в сложной, что удивительно. Ему, конечно же, помогает Леон, на котором играет Лизард. Но, тем не менее, вся Трипла отправилась в сложную. В легкую у нас ушел в соло-фармить Бистмастер против Релакса. Сколько у нас дамажит Топоры на четвертом левеле? По 160. Это 320. Паукам... Паукам хватает. Годжи Ван Дота 6-1 имеет Крипстат. Он пока что опережает Релакса. Релакс стоит на сложной. Понятное дело, у Релакса проблемно. Фармить. Но, с другой стороны, стоит против Соло. А Соло Бистмастера. Можно постараться и подраться. Нормально так заеверил Топоры. Ну что, неужели будет теперь наваливать у нас Релакс по Годжи Ван Дота? Годжи Ван Дота бежит за Релаксом. Здесь немножко подстопил он паучками своего оппонента. Ну и получилось уйти. Релакс у нас на лоу ХП. Ну, в принципе, есть чем отпеваться. Отъедаться тоже имеется. Плюс здесь веб. Не забываем. Регенится ХП достаточно быстро. Милан продолжает фармить сложную. Он опережает Мадару, что удивительно. Мадара в легкой 6-0 идет. Так, пошли у нас выход на Мадару. Лизар делает подкоп. Блэйд Фьюри. И Мадара на лоу ХП отсюда уходит. На миде пока что у нас без фрагов. Ну и на лайнах видим друг друга поковыряли. Игроки команды Майнсейнити. Причем Майнсейнити загнали сначала Релакса здесь. Заставили ХП потерять практически полностью. И после этого еще и Мандара снесли все ХП. Реализация персонажей пока что у Майнсейнити поинтересней. Снайпер здесь под шрапнелью начинает наваливать Коулу. Коул покупает Бутсов Спид. Это действительно полезнее, чем Райс Бенд в данной ситуации. Потому что придется Коулу, я думаю, побегать от снайпера. 12 на 5 у нас у Коула. И у Кайзера 13 на 5. Кайзер наравне идет с СФом. Опять шрапнель под ноги Коулу. Коул теряет по пол ХП постоянно с одного раскаста от снайпера. Но здесь шрапнель недорого стоит. Вы прекрасно знаете спамить шрапнелью для снайпера. Это вообще святая святых современной доты. Простейший мув, но наиболее действенный мув. Непонятно, почему до сих пор шрапнель снайперу не порезали. Потому что ситуация с ним вообще вопиющая. Снайпер ничего не должен делать. Только для того, чтобы... Только то, что снайперы делают. Бросает шрапнель под ноги и идет райт кликом. Бьет своего оппонента. Подсветил, подстопил. Ну и там уже через хэдшот, да и через тейкаим нормально разбивается лицо любому СФу. Да не только СФу, вообще любому персонажу, который против снайпера на миде стоит. Но пока что мы это не наблюдаем. Думаю, у СФ в скором времени действительно появятся проблемы. 0-0 счет на данный момент. У Энигмы максимальный крипстат, но это лесные крипы. Энигма уже вынес Солринг. У него есть 620 на руках. Скоро увидим какие-то артефакты. На Нетворс переключаемся. СФ на первом месте. На втором месте Энигма. В принципе, ничего себе не считается. Энигма практически столько же имеет, сколько СФ, у которого топовый. Нетворс на карте. На третьем месте Кайзер с мидлейна. Так, у нас Релакс забрал под Т2 своего номинального оппонента Бесмастера. Здесь Бесмастер у нас под Тауэром. Бесмастер бежит. Сканг здесь. Ну, судя по тому, что у Скангса телекинез и фейтболт в откате, значит, естественно, он достаточно много дамаги внес, ну и повлиял на килл со стороны Релакса. 1-0 счет. Элси начинают вести в данном матче. Команда Майнсэйнити отправляется на Т1. Будут ли выходить здесь на Мадару? Будет Милан выходить на Мадару. Милан готов. Пока что немножко старается статы срезать Мадаре. Можно подраться, почему бы нет? Ну, крипы не могут уже танковать Тауэр, поэтому и Лизард, и Милан отходят из-под Тауэра. У нас на лоу ХП Снайпер. Немножко здесь не хватило. Через Фисурку его забирали. Давайте посмотрим, как это было. Снайпер здесь у нас сражается в соло против ССФ. Где ССФ? ССФ готов. Кол здесь на лоу ХП вроде бы, но в спину заходит Мич. Мич дает Фисуру, дает крутую Фисуру. Наверное, еще один раз каст будет от кола, а рукой не достать. Дальний продамажил, с руки уже не достал. В любом случае, 1-1 у нас счет убили Рубика. Что ж такое, не попереключаешься. Через ульту, в общем. Это я показывать не буду, верьте мне на слово. Через Праймал Рор, через Топоры развалили у нас Рубика. 2-1 становится счет, и Джаггера на топе тоже забирают. Как вообще так происходит в доте, мне непонятно. На Джаггера напали, подкоп. Все, Джаггера развалили. Милан без шестого левела на лоу ХП. Я думаю, останется здесь, далеко не пойдет. Да, надо забрать шестой левел, но хотя можно попытаться ворваться и убить его. Брудмазер тем временем забирает бестмастера. Вы что, издеваетесь? Что вообще происходит? 4 фрага, все 4 фрага приходится перематывать. Вот так умирал у нас бестмастер. Давайте еще, наверное, один фраг, чтобы я пропустил. Это было бы вообще гениально для начала матча. 6 минут 50 секунд позади. На Нетворсах видим дела у Релакса более чем круто идут. Релакс из сложной вынес 3 в 900. 4 тысячи на 7 минуте. Какой-то ГПМ. 511 ГПМ. Это седьмая минута. Это действительно много. Сэфа у нас убили через Энигму, через Малифейс. Короче говоря, я просто буду пересказывать вам, как все происходило, а вы там уже дофантазируйте, додумайте. Ну, разумеется, это шутка. Повторяться такая ситуация, если и будет, то не специально, потому что это уже до смешного доходит. Пять фрагов из них, все пять мимо меня прошли. Просто буду сидеть, смотреть на ХП и на перемещение команд на карте. Причем не отрываясь. Мадары Фейзы, в принципе, должны уже появиться. 620 на руках у Милана. 840 поверх ПТ и поверх Орбов Веном. Кайзер имеет Фазы, есть Аквила. У СФа что там? У СФа... У СФа в Райсбенд и... И больше пока что ничего. Милану летит у нас. Так, ульта у нас от Снайпера. Ульта пошла... Ульта пошла в Шейкера. Шейкер умирает на миде. Шестой фраг на карте. Угадайте, кто его не видел? Да, все правильно, вы его не видели. Честно говоря, мне уже не смешно. Мне уже физически больно от того, что происходит. 4-2 ЛС впереди по золоту 4000 и по экспириенсу 5000. Пока что у Брудмазер действительно проблем не наблюдается. Удивительно, вроде бы Шейкер на карте, но у Шейкера третий левел. Пока у Бруды... Левел 10. Я думаю, кто писал, что проблемы у Бруды будут от Шейкера. Бруда столько вывезет к моменту, когда Шейкер возьмет ульту. Что убивать ее будет просто невозможно. Хенд оф Миндас имеется у Брудмазера. Она фармливает еще и Чужой Лес. Сюда приходит Спарта. Ну, готовы драться. Пока что ЛС перефармливает своих соперников невероятными масштабами. 4 плюс по золоту и по экспириенсу 5. Я думаю, эта карта должна достаточно быстро закончиться, если такими темпами дальше пойдет фарм и пойдут дела. У нас зацепили Колокол через Малифейс. Должен здесь рассыпаться. Блэк Холл от Спартана. Не знаю, зачем, если рукой можно было разобрать Шадоу Финда. Ну, решили, наверное, сыграть. Мич здесь у мича 4-й левел. Разбирают у нас Бруду. Бруда юзает ульту. Ну, через Фиссуру, через Праймал Руор. В итоге Бруда у нас умерла. Стрик был ли так? Джаггернаут у нас приседает по ХП. Поймали его. Поймал его здесь Милан. Милан мог через Шадоу Дэнс идти, но, понятно, сделать здесь Омни Слэш. Куда идти? Это верная смерть для Милана. 3-5 счет. Графики 4-5. Все удобно. Мича забрасывают на хайграунд. У мича есть, если что, ТП. Кто это такой хитрый? Конечно же, это Сканкс, но Сканкс это делал вообще с хайграунда. Здесь на хайграунде поднял стоящего на лоу-граунде Шейкера и отправил на базу. Энигма у нас забирает Тауэр. Тауэр на миде спушил Эйденолами. Все очень и очень просто для ЛС пока что складывается. По экспириенсу, по золоту продолжается ситуация. Все в сторону Лондон-Конспресси Дота 2. По Нетворсу, 3 первых места. Команда ЛС. 5500 сконцентрировалась в Брудмазер. У нее появляется ПТ. Есть Хенд оф Миндас. Есть Сол Ринг. Тысяча сверху. Курьер что-то несет Кайзеру. Кайзеру летит Масков Мэднес. Кайзер пока что у нас в лесу. Фазы есть, Аквила есть. Мом есть. Можно начинать выходить на СФа и просто в Соло его сносить. Но СФ у нас отправляется в леса. Не собирается пока что драться. 1700 на руках. СФ по-моему пытается выйти в Даггер. У Кола уже порядка 2000 на руках. Ничего не покупается. Артефакты на Юл тоже не появляются постепенно. Это действительно заявка на покупку Даггера. Мадар у нас здесь будут ловить. У Мадары есть Омни Слэш. Здесь есть Крипы также. Будет ли входить в Шадоу Дэнс Сларк. Да, Сларк ныряет в Шадоу Дэнс. И погнали у нас Мадару. Развалили кабинет прямо в лесу. Рарный Кабаша появился. Даже мистический, по-моему. Да, у Гоу Джи Ван Дуда мистический Кабан. Разваливают Т1 по топу. Все. В принципе, все понятно. Никто сейвить из ЛС топ не прилетел. Просто так упал Т1. В это время команда ЛС в лице Релакса направилась на Т2 по нижнему лайну. Ну и почему бы нет? Кто вообще что скажет Релаксу? При таком-то фарме, при достаточном количестве ХП, достаточном количестве дамаги, можно попытаться спушить Тауэр. Энигма уже близко. Энигмы 27 секунд до Блэк Холла, а значит, драться бессмысленно здесь Энигме. Команда Майн Синити вышла на Мадару. Мадара через Блэйд Фьюри попытался отсюда уйти. Поймал ульту от Бистмастера. И Милан пытался у нас убить Мадару. Мадара через Омни Слэш переключился на Крипов. Таким образом вышел из привязки от Сларка. Лизард проседает по ХП, Лизард здесь умирает. Счет 1-0 в этом файте. 4-6 общий счет. Куда у нас Снайпер направляется? Снайпер пытается убить Колла. Колл ходит по Биндайт Пульсу, но по-прежнему жив. Гоу Джи Ван Дота и мяча поймали. Надо что-то с Кангсу забирать повменяемый. Отличные ульты от мяча. Сразу по троим. На лоу ХП здесь Спартанс. На лоу ХП у нас Снайпер. Снайпер погибает. Будет ли Милан от него вгрызаться? Ну, наверное, будет. Почему бы нет? Кайзер у нас теряет кучу ХП. Кайзер готов драться. Не знаю, Милан, наверное, развалит его. Хотя, ближе подошел Энигма. И почему Дарк Пакт ранее не провязал Сларк, непонятно. В это время у нас Бруда дошла до топа и спушила Т1 до хайграунда. И спушила Т1 по низу. Вот так вот. Пока драка здесь была. Брут Мастер, на которой играет Релакс, просто спушила хайграунд команды My Insanity LC, я так понимаю, делают заявку и на вторую победу в данном противостоянии. My Insanity выглядит немножко глупо. Ну, как-то не способна не драться. И что-то реализация не то чтобы хромала. Она вообще не наблюдается. У Колла все-таки появляется Юл Септер. Не появился Даггер, как казалось. Ну, видимо, одним кликом решил купить Колл. Это его дело. Хочет экономить клики. Пусть экономят. У Бестмастера тем временем две на руках есть Гем против Бруды. Покупается Гем. Сларк у нас по хп проседает. Сларк дерется против Мадара. И, да, у меня слэш еще 20 секунд. Но Милан должен здесь забирать Джаггернаута. Все получилось. Милан уходит в невидимости. Милан, в принципе, через Шадоу Дэнс может пока избавиться от Энигмы и тем самым набрать себе хеллспоинтов. Вы знаете все прекрасно, как работает ульт Сларка. По итогу файта 7-8 становится счет. 7,5 ЛС и 5 с лишним тоже ЛС. Курьер Дайер погибает. Ну, это уже дело рук Сларка. Майн Сейнити решили забрать Курьера. Не получается толком драться толпой. Моп на моп мы будем ходить забирать Курьеров. Но это их дело. Правилами забирать Курьера не запрещено, а только поощряется. Вся команда получила достаточно золота от Майн Сейнити. 7,5 по золоту, 5 тысяч по Экспириенсу. По Нетворцу по-прежнему на первом месте Брудмазер. Удивительно, но Бруда действительно MVP пока что данного матча. 2-2-0 счет у Релакса. Но при этом Релакс спушил весь нижний лайн. Релакс зашел на хайграунд команды Майн Сейнити и смог Т3 снести. У Коула 1400 на руках. У Гоуджи Вандота появляется Блинк Даггер. После него 600 есть по золоту. У Леона 350 на руках. После Транквилл ничего особенного. У Шейкера 2000, у Бестмастера Блинк есть. И это мы смотрели, да? У Шейкера 2000 имеется на руках. Блинк Даггер тоже достаточно близко. Ну, теперь у Шейкера первый левел ульты. Так, врываются у нас в Кайзера. Будет ли попытка убить его через Эхо Слем? Да, будет. Спартан уже здесь. Спартан готов разваливать сразу двоих саппортов. Забрали еще ульту у Мича. Эхо Слем сразу же по голове Милану. Но Милан через Дарк Пакт ворвался. Не очень удачная реализация. Но, в принципе, есть Эхо Слем. Почему бы не и сзади? Просто входит у нас в Шадоу Дэнс с Милан. И улетает с ТП на базу. Понял, что не по шансам драться по таверам даже с двумя саппортами. Рубик Эхо Слемом очень классно сработал. Правда, что если бы это был не Сларк, то было бы чудесно. А так Сларк в любом случае через Дарк Пакт врывается. Разумеется, инвиз, стан моментально с него спадает. Милан так предательски теряет ХП, когда юзает Дарк Пакт. Не понимаешь, почему так быстро уходит ХП. Хочется сразу же переключиться. Переключаешься, а потом понимаешь, что он просто через этот скилл фармит крипов. У Рубика появляется Урна, 600 сверху есть. И Аркан Буцид тоже имеются. У Сканца 340 по золоту. У Мадары имеется Мом, есть Фазы. В Блэйд оф Аллакрити имеется выход в Яшу, готовится от Мадары. Также есть Ринков Басилус. И, в принципе, все для фарма на лайне. Но фарм на лайне для него закончился. Видим, что в лес перемещается у нас Мадара. Тем временем, что у Релакса. Собранный Блэк Кинг Бар у Релакса и 700 по золоту. Можно попробовать выйти на Рошана, когда он появится. Я думаю, что Бруда должна в соло забирать Рошана. К этому времени, тем более у Релакс, может вполне появиться Владмир. Ну или хотя бы стоять и танковать Рошана. Через ульту, в принципе, на 13-м левеле, на 14-м Рошан забирается. Гоу Джован Дота здесь. Сразу же привязали у нас Релакса. Вижен имеется. Релакса моментально разбирают. Миллан вместе с... Вместе с Бистмастером. Очень просто все, оказывается, делается. Просто два ульта в Бруду. Точнее, один ульт и привязка в Бруду. И Бруда не уходит. Вот вам и суперфарм от Релакса. На первом месте пока что Спартан теперь. Спартан у нас выходит на Кола. И если бы не под сейф от Леона, я думаю, Кола мог бы здесь и рассыпаться. Через Малифейс, через Брендайт Пулс. Все. В принципе, Спартан у минимум половину ХП, да даже две трети у СФа забирает. СФ пока что не готов драться. У СФа нет отхила, во-первых. А во-вторых, у СФа по ХП всего 1100. У Спартана 1800 после Мекки и Даггера. Также имеется Огр Клаб. Готовится выход в Блэкинг Бар. Появляется БКБ у Бруды. Бруде действительно БКБ нужен. Нужен, чтобы как-то Бёрст Дэмэдж, который в него будет наноситься, и выйдет. У Бруды БКБ необходим для защиты себя от ульты Шейкера. Но опять же, другим ребятам, которые будут стоять рядом с Брудой и её тошнотными детками, появляются проблемы. Потому что ульта действительно на всех леет. Понимает у нас Энигму и просто с одной ульты СФ разрывает пополам Энигму. Да какой пополам? Там 17 миллионов кусков от Энигмы осталось. Просто уходит в кусты и делает ТП-аут. Колл сыграл очень круто. По-моему, это действительно было на высочайшем уровне. Всё очень спокойно, свободно. Как по гайду зашёл, прокликал одно, прокликал второе, третье. Ушёл за дерево, ТП-аут. Энигма, который был дороже всех, теперь отпускается на третью позицию. Колл вместе с Брудой делит первое место. 400 по золоту сверху укола. После Яши есть Юл, есть Даггер. Всё простейшим образом. Поднял ветра, блинканулся под ветра и сразу же туда Реквейм оф Солл. По приземлении как раз тайминг очень крутой, потому что каст, в принципе, понятное дело, одинаковое совпадение. Здесь через 2,5 секунды падает персонаж и падает сразу же в ульту. Тем временем у нас Бруду забрали. Опять забрали Бруду. Как это вообще делается? Бруда один раз здесь умирала, Бруда второй раз сюда пришла. Собирался у нас Релакс спуститься. Фессура пошла, крик пошёл, Релакс разваливается. Зачем он это делает четвёртый раз, мне непонятно. Ну, это его дело. Почему свой лес не фармится, непонятно. Милан тем временем забирает ещё один фраг. На этот раз погибает Рубик. Рубик относительно быстро у нас умер. Переключиться мы вообще не успеваем. У Спартана 430, значит, летит Митрилхаммер. Остаётся совсем немного до Аганима, и Спартан сможет давать вменяемые. Блэкхолл. Блэкхолл не максится. Сами знаете, почему длительность не меняется. Не всего лишь, а 4 секунды на первом и на третьем левеле. В общем-то, ничего толком не меняется от уровня к уровню. Потому что Блэкхолл, конечно же, не ради дэмэджа. Блэкхолл ради удержания соперников. А остальные должны бить руками. Поэтому решил и Данулов, и Миднайт Пульс промаксить. Всё. Да и Малифейс лишним тоже не будет. СФ без БКБ от Малифейса и Миднайт Пульса разваливается вообще пополам. Так, врывается у нас на Шейкера. Шейкер делает отсюда Блинк Аут. Мич не собирается драться. Правильно делает Арканы. Есть Блинк Даггер. Но суть Шейкера в том, чтобы он врывался, а не в него врывались. Так Шейкер, конечно, ничего толком сделать не может. Шейкеру надо выбирать позицию. И после этого с ультом врываться на соперников. Так, поймали у нас Мадару. Сразу же стан в него. Милан провязает наверняка ульт. Потому что иначе ультанет Джаггер. Забрали Милана. Ничего от него Скангс не украл. Почему? Непонятно. Ульта пошла в Милана. Милан без ХП. Релакс начинает здесь наваливать Годжи Ван Дота. Годжи Ван Дота стоит под Малифейсом. Фиссура от Шейкера. Шейкер в кусты. Надо делать Даггер Аут. И Блинк Аут. Даггер Аут. И ТП Аут отсюда. Мич пока не уходит. В принципе, с Даггера может файт вернуться. Потому что, скорее всего, за Рошана будет драка. И Майн Сейнити это понимает. Где СФ? СФ на миде. Может быть, попытается разменять мид пока. Команда ЛС бьет Рошана. Неизвестно. Может быть, есть смысл сюда направиться. Но Рошан уже очень сильно битый. Может, команда Майн Сейнити просто не успеть. Врывается сюда СФ. Но Рошан падает. Рошан падает. Забирает его Кайзер. Кайзер пошел давать ульту в Кола. Кол поднимается в ветра. Кол моментально по домне слэшем разваливается. Вообще, как два пальца. Два фрага для команды ЛС. 12-12 становится счет. Майн Сейнити никакого преимущества не имели по большому счету. При том, что даже выигрывали по фрагам. По золоту 7500. По экспириенсу 5000. В пользу Лондон Конспирейси. Греки пока что давят. И давят так же, как давили в прошлой игре. Там у Майн Сейнити был Тинни с виспом. Но он не сработал. Просто-напросто задавили. Перефармом задавили количеством снесенных сторон. А дальше уже мега-крепы сделали свое дело. Так, Мандара продолжает наваливать по Тауэру. Спокойно забирает Тауэр на Мидлейне. И отходит назад команда Лондон Конспирейси. Надо, в принципе, навязывать файты. Почему бы нет? У Джаггера ульт есть. Ну, есть. Через 50 секунд будет. Я имею в виду, что ульт такой, на котором можно основывать файт. У Энигмы ульт такой, от которого зависит преимущество в файте без вопросов вообще каких-то. Курьер Дайер, типа, в это время умер. Забрал его Милан. Милан уходит отсюда. У Милана есть Шадоу Блейд. После Шадоу Блейда есть Алтимайт Орп уже. И всего по мелочи. Но радует, что есть Гем. Поэтому у нас Бруда так часто и так быстро умирает. 2-4-2 счет у Релакса. У Релакса уже пятый Нетворс на оказывание. Первое место у ССФ. 219 крипов. Собственно, поэтому ССФ и самый крутой Нетворс на карте Мидара отправляется на Т1 по топу. Релакс тоже наваливает по Т1. Тауэр начинает гореть. В принципе, лоу хп здесь. Еще один удар. И Кайзер забирает данный Тауэр. В это время команда Майнсэнити отправилась на мид. У вас нет Тинни, у вас нет Виспад. В этот раз такая ситуация повторяться не будет. Где у нас ССФ проседает по хп? Тут на нижнем лайне. Но кол получает очень сильно. Вроде бы в инвизе у нас ССФ. Да, ССФ все равно. Что с инвизом, что без инвиза погибает. Не очень понял, почему у нас в инвизе был ССФ. Что вообще это за мув был такой? Видимо, был в банке у ССФ и инвиз. Толком не посмотрел. Кайзер забирает этот фраг. Команда Лондон Конспирейси выходит вперед. 13-2. 7500 по Экспириенсу. 7500 по Золоту. Милан Соло против Кайзера драться не хочет. У Мича после Даггера имеется Става Физердри. Есть 1000 на руках. Я думаю, судя по появлению Става Физердри, это будет не Аганима, а скорее всего Форс Став. Мичу есть откуда убегать и откуда уходить. Ну что, Лондон Конспирейси отправились на спушенный Тауэр на внизу. Крипы подошли, и Денулов сейчас призовут. Здесь есть Монтасайл от Мадары. Постепенно начинает падать барак через Фейтболт. Разобрали крипов. Кайзер навалил сверху Шрапнелью. Гоуджи Вандота не врывается. Шейкер. Ульта сразу по двоим, но Шейкер здесь умирает. Шейкер умирает. И что украл? Фиссуру украл Рубик. Можно цеплять. Я думаю, фиссура здесь даже полезнее будет, чем Эхо Слэм. Подняли у нас ветра СФ. А СФ будет ли здесь разваливаться? Пока что СФ дерется. Малифай с лицом. Адара забирает еще одного персонажа на пару с Рубиком. Даблкил у нас уже для Рубика. Падает Тауэр по низу. Здесь огромная куча крипов. Здесь стоит Хилингвард. Можно пойти на Мид. Команда Лондон Конспирейси решила именно так. Отправляется у нас на Мид Мадара, на Миде Кайзер. Нет троих. И главное, что нет Коргероя. Нет СФ, который по фарму первый в команде Майнсэнити. Все очень просто. 27 минут 59 секунд. GG от команды Майнсэнити. Все ливают. Это конец Доты для данного коллектива. На сегодня так точно. У нас заканчивается матч. Заканчивается встреча Best of 2. На повестке дня. Впереди нас ожидает матч крутейшего коллектива. Победителя Дота Эйшн Чемпионщип. Команды Evil Genius. Они играют против Void Boys. EG идут без поражений. Получится ли у Void Boys что-то сделать? Не знаю. Увидим. Void Boys много играли. И чуть меньше выигрывали. Ну, понятное дело, что EG самый грозный соперник. Я думаю, в этом турнире EG действительно главный фаворит на победу. Ну, ладно. Услышимся через несколько минут. Не переключайтесь. Поменяем название. Сейчас зовите друзей. Катка обещает быть лютой. Только потому, что там EG. Только уже. Потому, что там EG. Опять же, там есть юное дарование Сумаил. Смотреть будет интересно. И познавательно для всех, кто стоит на миде. Например, для меня. Услышимся через несколько минут. Не переключайтесь. Продолжение следует... Продолжение следует...